Всем привет! Ну что ребят, продолжаем летать на поршнях? Я тут решил вспомнить старое и полетать на своем первом и прем самолете. И этот самолет P-51 D-20 Mustang. P-51 это прикольный самолет. Как мне показалось, его фишка это скорость. Он достаточно тяжелый и крепкий, так что мы можем разогнаться до 900 км в час. И он не развалится. Даже немцы вас не догонят. Так что свою тактику я строил чисто на этом. Старался максимально набрать высоту, а там дать короткую лобовую атаку и сваливаться на низколетящих противников. В идеале у нас получается сделать крит плюс фраг. А потом живой и здоровый спокойно удирать от врага. После атаки низколетящих противников, если за вами никто не летит, снова набираем высоту и ищем цели. Если есть хвост, стараемся удрать. Главная тактика здесь это проходные атаки. Как мне показалось, мустанг способен перекрутить разве что ранних флок. Ну и каких тяжелых истребителей. С дурными мессерами я связываться не советую. От яков и японцев точно уж лучше уйти по скорости. Да, на хорошие скорости мы можем очень бодро довернуть и выйти на лобовую атаку. Но у нас так-то пулеметы, а с нынешним уроном браунигов это уже не то. Какие-нибудь шваки разберут нас на ура. А уж если там будет фокоши с юпушками, ну извините, в этой дуэли вам очень сложно будет победить. К сожалению, наш самолет является эдакой жертвой обстоятельств. Мы можем попасть в команду, где половина наших самолетов будут бобрами и штурмовиками. А у немцев будут в команде японцы, так еще и все истребители с хорошими характеристиками. И что ты сделаешь в этом бою? В совместных боях тут все просто. У нас есть две тысячные бомбы, которые уходят обе, так что кидаем их в кучу. И можно спокойно забрать два танка. Если вы пока не уверены в своих силах в качестве истребителя, что ж, могу вам предложить покрабить наземку. Причем бы и нет. Есть карты, где полно целей, и вы сможете спокойно в стороночке набить себе очков. Я когда его только купил, только этим и занимался. Но тогда за это отдавали в два раза больше очков. Сейчас все занерфили, но с другой стороны апнули браунинги. И теперь на земной ленте можно спокойно фармить средние танки. Я правда крайне не советую этим заниматься, лучше уж попытайтесь кого-то сбить. Так от вас будет польза команде, ну и победа соответственно. Мустанг я купил себе достаточно давно, в 17 или 18 году. Для меня тогда это была боль. Да и сейчас, сыграв на нем боев пять, я не до сих пор к нему каких-то вау-результатов. Купил банально, потому что американцы у меня тогда были прокачаны лучше. За счет браунингов они рвали. Играю я тогда, помню, в аркаду. И решил, что все, пора идти в РБ, учиться летать. И выбрал я Мустанг. Я никогда так не ошибался. Хех, наверное, новичку уж лучше иметь самолет, который имеет хорошую маневренность и хорошие пушки. А не вот этот агрегат. Я не нашел этот самолет в магазине, так что я что-то не очень понял. Его что, вывели из продажи? Или он сейчас продается за голду? Напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. А еще мне очень интересно, какой был первый прем у вас? Напишите обязательно, что вы купили и какие у вас были впечатления. И под конец видео я хотел бы передать привет игроку с ником Джонни Ювелир. Если ты меня смотришь, ты первый, кто меня узнал в бою и поздоровался. Очень приятно. Спасибо. Ну а по самолету, если подводить итоги, то он играбелен, но не нагибатор. В принципе, я что-то не вижу того по Мустангу в боях. Радо что те, что летают с испанами. Самолет неплохой. У него есть свой шарм, интересный геймплей. Но уж покупать я его вам не советую. А прокачиваем версию, обязательно попробуйте. Все же самолет по-своему легендарный. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пока-пока.